После распада Советского Союза во многих постсоветских странах разгорелись военные конфликты. Особо пострадала Грузия, где шла гражданская война и о своем выходе из состава страны заявили сразу два региона – Абхазия и Южная Осетия. В 90-х, после нескольких лет тяжелых боев, конфликты были заморожены, но снова вспыхнули в 2008 году. Тогда Грузия полностью лишилась контроля над пятой частью своих территорий, а Россия ввела войска и признала республики независимыми. Сегодня я поеду в Южную Осетию и Грузию, чтобы узнать обе точки зрения относительно тех событий. У осетин я спрошу об отношении к России. Хотят люди здесь объединиться с Россией? Конечно. Войну гражданская война. Мы великий народ. Без Путина. Странное ощущение. Первый раз в жизни иду по улице Путина. Я заеду в грузинские деревни Южной Осетии и посмотрю, что от них осталось. Знаешь, что наши дома все сожгли полностью. А я иду сейчас по улице деревни. Я вышел от одних соседей и попадаю сразу к другим. Видны очертания улиц бывших. В Грузии я пообщаюсь с беженцами, которые из этих сел бежали в 92-м и 2008-м и узнаю, хотят ли они вернуться. А что если мама умрет? А что если папа умрет? Люди здесь жили, умирали, но все равно думали, что они вернутся там. А сейчас осталась какая-то надежда? Нет, конечно. В столице Южной Осетии, городе Цхинвали, мне расскажут, какими здесь видят причины начала войны и в чем обвиняют Грузию. Когда Грузия напала на Южную Осетию, тогда было выпущено порядка 2000 градов на нашу территорию. Они должны были заразить воду. Это африканская чума. То есть она тоже приходит со стороны Грузии. Еще осетины расскажут о депортациях, о конфликте с грузинами, которому уже сто лет, и за что они не любили грузинского президента 90-х Гамсахурдию. Грузины же объяснят, чем их удивили русские и как в России реагировали на грузин во время войны. Ты всегда будешь чуркой. Вы не общались, потому что ты грузин? Потому что я грузинка, потому что мой народ занимается геноцидом. Сейчас в моем деревне русские меня убьют. Кровали за русских. У меня были друзья, но не верили, что они могут захватить и убивать грузинов. Еще я попробую понять, почему Сталина своим считают и грузины, и осетины. Покажу, где найти грузинский флаг и свастику прямо в центре Цхинвале. Узнаю, как Грузия собирается возвращать Южную Осетию и кому вообще доверяют сейчас грузины. Для меня неприемлемо атаковать цхинвальский регион танками, чтобы присоединить его обратно. Если у Гранина победит, тогда будет. Ни Европа, ни Россия не хочет для Грузии. Выпуск будет тяжелым, но интересным. Попробуем выключить режим вражды и спокойно посмотреть, что происходит в этом сложном регионе. А пока подпишись на YouTube и Instagram и поехали. Въехать в Южную Осетию можно только через Россию и только по одной дороге. Видите ущелье? Именно туда я и еду еще с шестью пассажирами-осетинами на минивэне с разбитой лобовухой, объезжая ослов и пасущихся коров. По краям горы Кавказского хребта, из которых выскакивает Георгий на коне. А в стороне старая крепость. Все-таки ущелье всегда имело важное военное значение. Еще на российской территории проехали, как мне показалось, закрытый военный город. Но нет, это просто горный поселок, который отделили от шумной трассы. Ближе к границе всплывают знакомые с 2008 года картинки. Сейчас тут укрепляют тоннели и расширяют дорогу, а тогда здесь двигались колонны российской армии. Эта единственная транспортная артерия связывает Южную Осетию с Россией. Смрад и гай от проносящейся техники повисли удушливой пеленой. Будто сам воздух здесь пропитан кровью. Позади мир. Впереди война. И смерть. Проехав по Рокскому тоннелю, мы выезжаем из России. У меня с собой всегда симки разных стран, и роуминг вырубился сразу на всех. Это уже Южная Осетия, и первое, что встречает заехавших — горный серпантин, скалы, разрушенная многоэтажка и надпись «Спасибо, Россия». Из новых построек многие связаны с военными объектами, которые снимать я не буду, но оценить их количество можно просто по гугл-картам или статьям в интернете. Таких в Южной Осетии много. Это столица региона. Город Цхинвали или Цхинвал, как его называют местные. Многое в городе осталось советских времен. Например, советские номера на некоторых машинах и советские указатели. Причем современные часто выглядят так же, и даже логотипы Nike и Adidas все равно получились какими-то социалистическими. А вот свежую вывеску «Доставка Цхинвал» почему-то написали латиницей. Вот так лихо в сопровождении милицейского Бобика и с заездом на встречку пронесся свадебный кортеж, видимо, с важными людьми. Невооруженным взглядом видно, что осетины поддерживают Россию во всем. Смотрите, тут было написано «Спасибо, Россия», но в какой-то момент этого показалось мало. Слово «Россия» зачеркнули и сверху написали «Великая Россия». Несмотря на то, что в городе много коров и советских зданий вроде этой бывшей турбазы, в центре попадаются новые сооружения. Школа, футбольная площадка или этот университет. На большинстве из них висят флаги России, а в парках есть даже таблички, которые напоминают, что все это на деньги Российской Федерации. Особое отношение к российской армии и ее действиям в Украине. Вот плакат с миротворцами. Тут салон красоты с буквой «В». Здесь огромная буква «З» прямо на пешеходном переходе по улице Путина. А эти ребята разместили сразу и «З», и «В». Странное ощущение. Первый раз в жизни иду по улице Путина. Дальше больше. По улице Сталина я тоже никогда не ходил. Пока думал о том, почему важную улицу здесь назвали в честь грузина Сталина и решил, что в этом надо будет разобраться, я вышел на центральную площадь, где шел праздничный концерт. Тут же в центре я прошел мимо посвященного войне памятника и зашел в очень аккуратный и, видно, что новый музей. Экспонатов много и далеко не все про войну. Вот царица Тамара, которую, как и Сталина, своей считают вроде как и грузины и осетины. Это гривны, которыми здесь рассчитывались, когда не было монет. А через эту штуку курили то, что сейчас курить нельзя. А как, опиум из нее как-то курили? Да. Ну, скорее всего, там еще были какие-то приспособления, то есть она не одна идет. Особо интересным было обсудить отношения мужчин и женщин в контексте кавказских традиций. Женщина, скажем так, без особой нужды на мужскую половину не заходила. Это считалось некрасивым. А бывает еще такое, что вот девушка не знает и ей говорят, вот надо выйти замуж за этого парня. Нет, такого нет. А нигде на Кавказе такого нет уже? На Кавказе есть. Ну, допустим, в Тагестане, в Чечне еще вот это сохранилось. У нас давно такого нет. Для меня, допустим, дадимись какая-то. Тут показаны ужасы горных лавин и снегоступы, в которых по этим горам ходили, когда не было дорог. А здесь немного политики. Друг Южной Осетии Уга Чавес, признавшая республику маленькая страна Науру и страна большая с большим стендом. Интересно, что свастика здесь выставлена как талисман на удачу. Если из индийского санкета перевести слово «свастик», то это означает «знамик, несящий удачу». Несмотря на преобладание русского языка на вывесках и документах, сами осетины между собой чаще говорят на своем языке. И иногда на русском общаются плохо. Как, например, мой водитель Ацамас. Пристёгиваться надо? А вы что, не пристёгиваете? Не, не надо. А, не надо? Туристов в Южной Осетии нет. И Ацамас возит местных. Угостил яблоками со своего огорода. С огорода? Да. Очень вкусно. А мандарины растут у вас? Нет, там мандарины. А вот в Абхазии растут? В Абхазии, Грузии. А там что, теплее? Не знаю. Там нету. Турма есть. Ну и абрикосы, персики по-любому есть. Да. Можно здесь выбросить, да? Виброс. В городе встретили сразу несколько плакатов против наркотиков и алкоголя. Не пейте за рулем. Многие пьют за рулем. Да. В салоне у Ацамаса висит георгиевская лента, и не так давно он получил российский паспорт. Хотят люди здесь объединиться с Россией? Конечно. Конечно надо. Сто процентов. Мне не нужен. Не нужен. Здесь зачем? А зачем вам свой президент теперь? Не надо. Вот надо Россию. Все. А многим раздали российские паспорта? Есть российские паспорта? Нет, тоже есть. Да 80 процентов. 80 процентов есть. Просто идешь, просишь, говоришь, дайте мне и все. Да. У меня двойное гражданство есть. А садинский паспорт тоже есть российский паспорт есть. Война закончилась больше 14 лет назад, но в Цхинвале до сих пор очень много разрушенных и обстрелянных зданий. Следы пуль и осколков от мин можно встретить во всех районах города. Еще здесь много просто брошенных и сожженных домов. В основном это те, в которых жили грузины. Вот этот дом тоже грузинский. Все эти пустые дома, они грузинские? Да, все пустые. После войны оставленные грузинами дома могли просто занять другие люди. А там на доме было написано занят, это что значит? Это грузинский дом. А кто написал занят? Последний дом. Но если занят, то уже все, другой не может занять. Документы надо. А дают потом документы? Ты идешь куда-то и говоришь, дайте мне документы на тот дом. Документы деньги дают, документы дают. Ага, надо взяточку короче, да? Да. Перенесемся в Тбилиси. Это Кети. Она сначала бежала с родителями в Россию, сейчас живет в Грузии. После 2008 года ей несколько раз удавалось ненадолго приезжать в Южную Осетию, где в их квартире уже живут другие люди. У нас квартира была в Знаури, в самом центре. В Знаури сейчас стоят русские войска, у них база. После 2008 года мы когда ездили, лично своими глазами наблюдала, как как раз русские делали ремонт в нашей квартире, чтобы заселиться туда. Когда ты ходишь и слышишь от военных местных, что там сходила в тот сад, собрал то-то, то-то, а ты знаешь, кому это принадлежит. У нее смешанная семья. Отец грузин, мать еврейка из Украины. Во время войны 1991 года Кети было всего 5 лет. Мама нас спасала. Отец был в командировке в этот момент. Нас вывозили через Тбилиси в один из дней. Просто она решила нас увезти. Какое-то, видимо, материнское чувство. А в этот день наш дом взорвали. Так что, может быть, если бы не это материнское чувство, которое иногда срабатывает очень хорошо, возможно бы сейчас здесь не сидела. До конца начальной школы меня постоянно посещали кошмары. Я постоянно просыпалась в ужасе, смотрела, где родители, потому что мне казалось, что сейчас их не станет. И были постоянно мысли, а что если мама умрет, а что если папа умрет. В Грузии Кети занимается туризмом и никогда не использует название Южная Осетия. По грузинским законам этот регион называется Самочабло. Это у нас такой очень распространенный вопрос, откуда ты родом. Всегда ты говоришь именно вот это название. Потому что, если ты скажешь, что ты из Южной Осетии, тебя не поймут. Это неправильно. И это даже, можно сказать, ты обижаешь людей. Вот. Поэтому Самочабло исключительно. Уезжая в Россию, она не знала русского. А уже в России, наоборот, забыла грузинский. Прожила она там долго, но своей себя так и не почувствовала. Всегда ты в России будешь пришлым. Вот. Ты всегда будешь чуркой, как любят называть. Сейчас, кстати, отчасти война очень хорошо показала, когда многие сюда переехали. И когда люди слышали, что они из России, то им просто не сдавали жилье. Угу. И сейчас вот как раз русский народ понял на себе, каково, когда ты делаешь клеймо на человеке, хотя он этого абсолютно не заслуживает. В Грузии есть целые городки для беженцев. И чтобы пообщаться с ними, я еду в сторону границы с Южной Осетией, в город Гори. От Гори до Южной Осетии и Цхинвали всего 30 километров. И города всегда были тесно связаны. Сейчас же между ними границы, через которые не пускают никого. И вообще они развиваются, так скажем, в параллельных реальностях. Тем не менее, во многом они остаются похожи. Уже на автовокзале можно почувствовать атмосферу. Подземный переход превратился в рынок, где нет покупателей, но сложно пройти из-за гор товара. А пацаны на картах говорят за жизнь у нового дома юстиции. Тут же бросились в глаза новые городские автобусы, древняя крепость и стадион. А по городу попалось совсем не советское стеклянное здание полиции и крутая полицейская машина, как из Голливуда. Эффект налицо. Водители в Грузии сразу пристегиваются. Как у вас с ремнями? Надо одевать ремень? Да. Защелкивать? Штрафы высокие? 40. На этой улице много мощных советских зданий. Тут все-таки родился Сталин. По городу встречаются флаги Украины и указатели на потерянные Грузии и города Цхинвали и Сухуми. А на центральной площади вывешен флаг ЕС. Обстрелянных зданий не так много, как в Цхинвале, но они тоже есть. Сюда в 2008 году заходила российская армия. Здесь повреждены сразу несколько пятиэтажек, а в эту, говорят, прилетела кассетная бомба. Там были казармы, все сошли, но били, погибли здесь люди тоже. Вот эти многоэтажки тогда сгорели, потом их отреставрировали. А здесь стояло другое здание, которое было полностью разрушено. Сейчас тут построили меня отель. На заправке девушки пытался объяснить, что она похожа на актрису из Кавказской пленницы. Вот не поняла ни слова ни на русском, ни на английском. Реально девчонка похожа. Вот такая была один в один. Но тут я переключился на бой мороженщика с собакой. Не знаю, чем закончилась эта битва, но когда мы уезжали, она еще продолжалась. Это Георгий или просто Гео. Он грузин и всю жизнь живет на границе с Южной Осетией. С ним мы сегодня проведем много времени и сейчас едем к беженцам. Судя по кондиционерам, люди тут еще живут. Висит белье, а балконы заложили, чтобы увеличить жилую площадь. Все-таки тогда селили и по 10 человек в одну квартиру. Сейчас заняты не все из них. Одни окна выбиты, другие заколочены, чтобы зимой не сильно дуло. Эта семья уехала из Южной Осетии, когда начались беспорядки и стрельба. Сначала жили в Тбилиси. Соседи Осетины, которые там остались, сказали, что дом сожгли. Сожгли дом. У вас был частный дом, не квартира? Нет, не квартира. Были случаи, что кого-то там убивали или сажали? Конечно, были, да. Беженцы пригласили меня домой. Три года назад они отсюда переехали, но эту квартиру выкупили и поэтому сделали ремонт. Эти несколько общежитий заселялись беженцами из Южной Осетии с первой войны. То есть с 91-92 года прошло уже 30 лет и все эти 30 лет люди жили здесь. Дома выглядят гораздо хуже, чем те, которые строились в 2008. Потому что люди не ожидали, что придется здесь прожить так долго и даже не делали ремонты. Только сейчас они начали их выкупать, получать их в собственность и делают, соответственно, ремонты. Уже обустраивают как свое жилье, потому что сейчас надежды вернуться уже нет. Здесь было две маленькие квартиры, которые после выкупа объединили. На стенах иконы, а в одной из комнат лежит бабушка. Ее сердце не выдержало стресса, сейчас она болеет и вообще не встает. Эта бабушка там жила, в цивенвале, да, за переживания, за что она там оставила этот дом большой. Ну, переживала и у него есть факт. А каким составом вы тогда уезжали? Мы, бабушка, мой отец, мачеха моя и мои сестры. Угу. Потом еще одна сестра здесь родилась и брат мой, да, уже. А вот в 90-х были еще надежды вернуться в Цхинвале? В 90-х, конечно, были. Конечно, были и поэтому здесь люди, которые жили, ничего не делали практически. Вот они не выкупали квартиру, не покупали. Они все время думали, что вот они вернутся, понимаете, да. И все время. Люди здесь жили, умирали, но все равно думали, что они вернутся там, да. А сейчас осталась какая-то надежда? Нет, конечно. Этот городок для беженцев из Южной Осетии был построен на окраине Горе после войны 2008 года. Всего здесь 300 домов, а значит около тысячи человек. На въезде детская площадка и автобусная остановка. Изначально все эти дома были одинаковые, но это не лагерь, это не временное жилье. Это постоянное жилье, которое в собственности у беженцев. И поэтому они уже достраивают дома так, как им хочется. То есть дома становятся более индивидуальными. Поселок построили на склоне холма с видом на ветрогенераторы и крепость. Из-за оползней и, быть может, строительства на скорую руку, в некоторых домах уже появились трещины. Семьи здесь живут большие и на улицах бегает, и даже катается на гироскутерах много детей и подростков. Этой девушке, когда бежали от войны, было всего три года. Сейчас она поступает в университет в Горе. По-русски не говорит и даже плохо понимает, а в будущем планирует остаться в Грузии. Этот же мужчина с семьей бежал из Схинвальского района. А кто там остались, все убивали. Именно грузин? Да. По национальности смотрели как-то по документам или как? Да, они же знали, кто грузин, кто особенный, кто другой. Все беженцы понимают, что здесь надолго и строят полноценную новую жизнь. Трудятся в огороде, собирают виноград. Хозяин этой машины подрабатывает таксистом. Здесь КамАЗ другого беженца. А этот мужчина работает на стройках, а когда я подошел, точил косу для работы на своем огородике в несколько соток. У нас ничего не дали здесь. Эти бабушки сначала в 90-х бежали из Схинвали в село, потом в 2008-м уже выехали сюда. В их селах по-русски мало кто говорил, поэтому Георгий переводит, что они рассказывают. Они успели видеть. Но в их селе были погибшие? Конечно, прочитаю. И эти сахчеткам уже сели. О, сожгли в доме. Это в 2008-м? О, это в 2008-м. И мы селены. Вот так исчезли с taken. А они были сах categories. Значит, по-русски все там. Так же в руине не оставили, чтобы не вернуться. Все сравнили с землей. Сначала грабили, чтобы могли, потом с тракторами разрушивали все. Вывозили там тоже стройматериал, что можно. Все грузинские сели там сравняли с семьей. Политика их была такова, чтобы не вернулись. Светлана русская из Уфы. В 2000-м вышла замуж за грузина и переехала в грузинское село возле Цхинвали. Здесь коттедж, которым очень довольны, им выдали в 2010-м. До этого жили со всеми в детском саду в горе. С тех пор в Южной Осетии ни разу не была, а вот в Россию ездит часто. Муж работает на маршрутке, мама Светланы всегда дома. Все начиналось с 2004 года, если так сказать. Потому что постоянно со стороны Цхинвали был обстрел, шел всегда. И в 2008-м уже конкретно, уже там нельзя было оставаться. И забрали собаку, ребенок маленький, 2 года ему было, моему сыну. Как ехали? Ой, это был кошмар. Как мы ехали, лучше не вспоминать, конечно, как мы ехали. Потому что бомбили нас и все. Доехали мы до Королете. Там моему мужу живут родственники. Там были два дня. Но потом уже сказали, что опасно. Потому что российские войска уже были около Королете. Ну, конечно, и разошли уже. Все уже. И пришлось нам ехать дальше в Тбилиси. По маршруту Светланы через Королете мы поедем чуть позже. А вот сын Миша вырос и скоро закончит школу. Тогда ему было 2 года. Сейчас он в 11-м классе. С отцом разговаривает по-грузински, хотя мама его почти не знает. Ты учишься здесь, в Горе? Да. На грузинском обучение? Да. Ты больше на грузинском общаешься, получается? Ну, на русском без проблем. Да. На грузском. Ну, расскажи что-то о себе. Ну, не знаю, что-то рассказывать. Ну, акцента нет у тебя. Говоришь. Есть. Есть учебник? Есть, есть. Чувствуется. В школе из иностранных языков английский и русский. Ты ходишь в обычную школу, и у тебя есть русский язык. Да. Легкий ученик. Сейчас возьму. Ну, для тебя это все, наверное, вообще light. Да? Угу. А английский сложнее тебе чуть-чуть. Давай, короче. Когда мы зашли в дом, Светлана смотрела российский федеральный канал. В 2008 году, когда мы по телевизору показывали, вообще другая информация шла. Да, абсолютно другая информация. Вообще абсолютно другая информация шла по телевизору. По первому каналу можно было вообще не смотреть. И главное, что телефоны-то у нас были отключены. Но нас война застала в Тамарашине, в нашем доме. И пришлось нам покинуть нашу деревню родную. Я бы поснимал для Светланы ее дом в Тамарашине. Но вот каким я застал это село. Сейчас от него остались только силуэты улиц, а на место, где не так давно были дома, свозят строительный мусор. Судя по роликам из Ютуба, в 2008, когда отсюда бежала Светлана с семьей, деревня выглядела так. До 2008 года село Тамарашине вплотную прилегало к Цхинвале. И между ними фактически была граница и блокпост. В августе 2008-го о том, что в Южной Осетии жгут целые села, заявляли международные организации. А Саакашвили назвал Тамарашине новой сребреницей и заявлял даже, что здесь находился концлагерь для грузин. Я не могу проверить, правда это или нет, но факт того, что все грузинские села вокруг Цхинвале уничтожены, не отрицают и сами осетины. Председатели посетили села Цхинвальского района Эрит и Ланат, сожженные в 2008 году. Все дома в этих селах разрушены и нуждаются в сносе, так как они не подлежат восстановлению. Важно, что по версии осетинской стороны в начале 90-х точно так же были сожжены осетинские села, но об этом чуть позже. Сейчас же на границе Цхинвале и села Тамарашине построен микрорайон Московский для пострадавших от войны осетин, таких как Ацамас. Это в 2008 году сгорелись, это мой дом. А, ваш дом сгорел и вам дали здесь? Знаешь, что наши дома все сожгли полностью. Где наш дом, там уже трава выше крыши, деревья, поэтому там практически ничего не осталось. То есть возвращаться особо и некуда? Нет, нас никто не пустит, во-первых. Мы даже не можем пойти на кладбище нашим родственникам. Уже почти 15 лет мы даже не можем... Вот издалека смотришь, что там Эридвия. Моя муж, Эридвия, там похоронена мать-сетца моего. Ну, с нашей деревней мы бы не ехали никогда с Тамарашине, если бы не было российских гостей мы зашли туда. Тем же вечером в село вошла армия. Ну, успели в последний день мы уже практически... Мы уехали где-то, наверное, часов 6 августа мы уехали. В 12 дня мы уехали, но уже российские войска уже были в Джаве. Сильно уже бомбили, вообще очень сильно. Мы хотели вернуться, вещи забрать какие-то, потому что мы уехали вообще... Ребенок маленький, собаку посадили, сколько там людей. У нас маршрутка была, сколько смогли с собой увезти. Людей столько увезли. И хотели... У меня муж хотел вернуться обратно, хотя бы речки-то забрать, хоть что-то. Уже... уже все. Только что Светлана говорила о селе Эредви, где похоронены родители мужа. Вот оно. Людей здесь нет, только пугало, которое охраняет поле от ворон. Из сохранившихся в нормальном виде строений только грузинская церковь, огороженная крепостью. Это базилика святого Георгия, построенная аж 1100 лет назад. И сейчас, несмотря на нерабочий свой статус, я все-таки нашел здесь следы верующих. Вы знаете, не похоже, что этим ленточкам больше 15 лет. Они относительно свежие. Кто-то приходит сюда, их повязывает. Офигеть, тут открыто. Стремненько. Очень затклый запах, но там кто-то бывает, это точно, потому что есть веник, есть следы от свечек, то есть воск там довольно свежий. Вы подумаете, что это просто какая-то полянка посреди леса. Я бы тоже так подумал, если бы меня сюда привели. Но, судя по картам, здесь было грузинское село. Если присмотреться, можно увидеть остатки оград и фундаментов. Но, в целом, именно здесь не осталось даже стен. Видите, раз дорога, два дорога, вот туда уходит третья. Здесь сразу четвертая. Видно, что это такой оживленный перекресток. Он просто в поле никаких бы функций не выполнял. Это именно улицы бывшей деревни, поэтому они так плотно друг к другу стоят. Если погуглить, то можно найти кадры того, как выглядело село в 2008 году. Большинство домов тут снесли полностью, но что-то уцелело. Прикиньте, в этом месте стоял памятник кому-то. Возможно, Ленину. Сейчас это просто лес. Только под ногами попадаются камни, как остатки былой цивилизации. Вот здесь, например. Да, смотрите, это же ноги этого самого памятника. Не похож, кстати, на Ленина. За памятником из-за кустов появился почти целый дом. Извините, но я залезу через окно. Вот такая комнатка, наверное, чья-то спальня. На стенах следы от пуль, на полу лежит раковина и какая-то тележка. Это все, что осталось от вещей хозяев. Вырван даже выключатель. Взглянем еще раз на карту окрестностей Цхинвали. Вся эта синяя зона была населена грузинами. Эти села вдоль трассы на Россию почти полностью сравнялись с землей. В тех, что подальше, вроде Эредвии, еще остались руины. Сложно осознать, что такое возможно в наше время. Поэтому попробуем разобраться в осетинском взгляде на произошедшее. В период распада СССР к власти в Грузии пришел президент Гамсахурдия, которого многие обвиняют в чрезмерной жесткости по отношению к осетинам и абхазам. В 89-м году он организовал поход на Цхинвале, в котором участвовали тысячи человек. В 90-м году Южную Осетию уже лишили автономии, а на этом видео Гамсахурдия вроде бы говорит о том, что как нации не существует абхазов. Сам Гамсахурдия неоднократно заявлял, что многие высказывания ему приписывает Центральное советское телевидение. Постоянно, упорно передаются по Центральному телевидению информации, якобы каждый день, по сей день, идет обстрел Цхинвале, артиллерии и ракетам. Это настолько чудовищная ложь, что вся Грузия, вот я уверяю вас, вся Грузия смеется каждый день, когда слышит вот эти дезинформации. А вот как бы вы прокомментировали ваше высказывание «Грузия для Грузии»? Между прочим, такого высказывания никогда не было. Это указывает на вот большую силу аппарата дезинформации. Почти три года это приписывают мне. На самом деле это вырвано из контекста. У нас было как в нашей программе. Грузия – это страна грузин, однако представители всех национальностей Грузии обладают равными правами. Так или иначе, корнями грузино-осетинский конфликт уходит гораздо дальше, и осетины обвиняют грузин в депортациях, сожженных осетинских деревнях и даже геноциде. И в 1920-й годах первого геноцидта, когда были войны на Ирастре, 12 коммунаров, их долгое время держали в подвале, им помогала вот эта женщина, армянка Ашхинованова. Впоследствии их вывели там над Схинвалом, есть одно надгорное село, и их расстреляли, то есть их там тоже пытали, заставляли, чтобы они сами себе могилу копали. Тогда где-то около тысячи деревень было сожжено, очень много людей было перебито. А здесь у нас Мамисонский перевал. Вот эти заснеженные горы переходили, в основном, старики, женщины, дети. И там погибло порядка пяти тысяч человек. То есть были случаи, когда многие просто там сбрасывались со скалы, лишь бы не достаться в руки грузинам. Это осетин из Владикавказа, дядя Юра. Говорит, что сто лет назад на перевале умерла его бабушка. Не выдержала, блядь. Замерзла и умерла по дороге. Вот моего отца, мать. А так и сколько погибло зимой? Вот тогда началось. Хозяин Грузии, Журдали. Депортировал осетин. И сколько депортаций после этого потерпели? И сейчас, в 90-м году, то же самое. А из Грузии депортировали осетин? Да. А куда их? В России? Сюда вот, в осетин. В север. Комсоходы депортировали, в последний раз. Отношения осетин к президенту Гамсохурдии он отмечает отдельной историей. Осетин в Скинвале, в свинью зарезали. Пошли на пасаде Гамсохурдии. Пьет на грузовой машине. Газ-53, не Газ-52 пасаде. В Скинвале. Президент Грузии, а что бы тебе делал оставаться? В 2008 году Гамсохурдии уже не было в живых. А президентом Грузии был Саакашвили. Осетины уверены, что пятидневную войну развязал именно он. С 7 на 8 число, когда Грузия напала на Южную Осетию, тогда было выпущено порядка двух тысяч градов на нашу территорию. Но очень маленькая республика, для нас это очень много. В музее Скинвале выставлено самодельное оружие той войны и кассетная бомба, упавшая где-то в городе. Следующая спецоперация у них называлась «Подарок». То есть они должны были заразить воду. Элементарная болезнь, это африканская чума. То есть она тоже приходит со стороны Грузии, потому что у нас нет такой, скажем так, четко поделенной границы. Скотина, допустим, на ту сторону уходит, другая к нам приходит. Вот так происходит заражение. В самом центре Скинвале до сих пор стоят разрушенные в 2008-м здания. Но на месте, где сгорел дом Ацамаза, уже построили новый микрорайон. Ракета попала прямо в ваш дом? Прямо в дом, да, сгорелись. Вот я там же. Первый, второй дом. Сейчас на этом месте новый дом, один из этих? Новый, все новые. Ну, сгорели все. Это когда начали бомбардировать город, да? Да, да. Без сомнений, от всего этого пострадали оба народа. Умерли родные и близкие многих живущих здесь людей с обеих сторон. А Кавказ – это регион, где кровная месть – это традиция. Бывает такое, что я читаю новости. То есть, кого-то там убили, раз, родственник решил отомстить, и тоже там кого-то убил. Ну, бывали. Ну, больше вот в Северной Осетии бывали такие моменты. Вот, кстати, какой интересный был обряд прекращения мести у осетин в 18-м веке. Убийца должен был прикоснуться к роде матери убитого, тем самым приравнивался к ее молочному сыну. Ну, и на этом данная месть прекращалась. Несмотря ни на что, есть одна яркая личность, которая грузин и осетин объединяет. Это Иосиф Сталин, которого по одной из версий считают осетином. В горе находится его дом-музей, а в Цхинвале его именем назвали одну из центральных улиц и посвятили зал в музее. Правда, тут признают, что Сталин не был ярым сторонником отделения Южной Осетии от Грузии. Просили, чтобы им построили дорогу, чтобы было присоединение Осетии. А ну, как-то при Сталине это все сошло на нет. И у него есть такая еще стада, очень знаменитая, что... Зачем, говорит, вам соединяют две осети, если, говорит, между ними нету дороги. Ну, а грузины считают Сталина грузином. Ну, да, но он сам же тоже везде пишет, что он грузин по национальности. Но именно отец у него был осетин. Вернемся в горе. Тут советский вождь учился в духовном училище, а в этом доме родился и жил. По крайней мере, по официальной версии, которая иногда подвергается сомнению. Если в детстве Иосиф Виссарионович играл в мячик, то наверняка под эту лесенку закатывался этот самый мячик, или там он прятал свой деревянный пистолет. Конечно, домик раньше выглядел скромнее. Все вокруг него снесли, а поверх него возвели эту мощную конструкцию. Самый главный уроженец города Гори – это, конечно же, Иосиф Сталин. И в центре Гори расположен его дом-музей. Сам дом такой небольшой, но он еще в советское время был покрыт, так скажем, огромной такой советской мощной постройкой. То есть он издалека выглядит как что-то такое монументальное. Но сам домик его был таким невзрачным. Причем поговаривают, что это не совсем его дом. Его домик был еще меньше и был где-то в стороне. В какое-то время на музее висел осуждающий политику Сталина плакат. Так вот, даже такой плакат убрали, потому что все-таки, скорее всего, горе гордится тем, что такой большой человек здесь родился. Наследие после себя вождь оставил немалое. И все бы в этот маленький домик-музей не уместилось. Поэтому рядом построили еще одно здание. Если вы думаете, что этот маленький домик – это и есть дом-музей Сталина, нет, вот это вот огромное здание размером с парламент Молдовы – это музей Сталина. Кроме того, здесь есть еще вагон, личный вагон Сталина, в котором он разъезжал по Советскому Союзу и работал. Вечером в Цхинвале улицы хорошо освещены, но мне все равно как-то не по себе. Особенно возле разрушенных зданий. Если я вам скажу, что мне не стремно ходить по Цхинвалу в 7 часов вечера, я навру. Потому что началось все с получасового допроса на таможне, на границе. По самому городу я то прохожу следственный комитет, то здание КГБ, то еще какие-то органы силовые. А мимо проезжают либо военные машины, либо полицейские. Ну, что-то на еде просто какое-то. В Цхинвале не так много хороших кафешек. Точнее, я нашел только одну, и которая работает по типу столовой. А вы видели когда-нибудь в Южной Осетии флаг Грузии? Я вам сейчас покажу. Вот оно. Грузинский лимонад, как видим, свободно попал в Южную Осетию. А цены вполне комфортные, если сравнивать с той же Абхазией, где много туристов. Существенно дешевле, чем в России, и я бы сказал, раза в два дешевле, чем в Абхазии. В основном еда продается на улице на вынос. Вот тут ничего не понятно, но это все осетинские пироги. Тут очень даже современный кофейный аппарат с рекламой доставки крылышек из KFC. Правда, KFC написано с ошибкой. Мой мини-отель за 1500 рублей в сутки оказался идеальным местом для прослушки. Я слышу, как его мать в трубке говорит. У соседа, через стенку, я слышу, как он говорит. Вообще, как будто он лежит со мной в кровати. Но еще и слышу, как его мать в трубку просто говорит. У него в ухе. К лету 2008 года в Южной Осетии оставалось много грузинских сел. Тогда они были под контроль на Грузии. После перехода под контроль Южной Осетии, многие грузинские села остались в районе города Ленингор. Но вот те, что рядом с Хинвали, больше не существуют. Вот, например, Приси. Это село возвышается на Цхинвале и было населено пополам осетинами и грузинами. Сейчас осталась только его осетинская часть, а дорожный указатель даже не меняли. Просто букву И стерли, и получилось осетинское название. Мы едем сейчас вдоль бывших грузинских сел. Виднеются только их руины. Символично, что и сейчас все эти поля выжжены, и даже при мне одно из полей горело. Возможно, эти поля иногда горят из-за учений на российском военном полигоне, которые развернули на месте грузинского села Дзарцеми, где раньше проживало 650 человек. Раньше у этих грузинских сел была своя дорога, по которой можно было проехать в Грузию. Сейчас она практически не используется, а по некогда важным мостам ходят в основном коровы. Он работает или нет? Не работает, может. Прикиньте, сколько стоит построить такой мост сейчас. Да десятки миллионов долларов. Вот стоит без дела никому не нужный. Проехав мимо баннера «Россия. Любовь без границ», мы по мостику въезжаем в бывшее село Кемертие мимо красивого водопада. Это одна из основных улиц села, и сейчас здесь сложно даже проехать к крепости, которая стоит неподалеку. Но и пешком к ней не подойти. На дороге знак «Стрельбище ОМОНа. Вход воспрещен». Зато можно посмотреть на запотевшую трубу, по которой течет горная вода. Это нам объясняют, как проехать к уже другой крепости – Ванате. Она стоит на крутой скале возле реки и когда-то охраняла сразу несколько ущелий. Проезжаем через Осетинское село, которое в 2008 году занимала грузинская армия. На домах и воротах следы от пуль. Слово «магазин» просто написали на столбе. А на улице можно встретить обычную ржавую газовую плиту. По пути на крепость проезжаем крупную разрушенную базу и натыкаемся на родник с чистой водой. Таких тут много. Иду к просто офигенной крепости. Очень старой, в очень живописном месте. На краю скалы. С видом на всю Южную Осетию и часть Грузии. Но туризм здесь вообще не развит. Спрашиваю у таксиста. Он говорит, что никогда сюда никого не привозил. Никому не интересно. Около километра надо пройти самому здесь. Таксист отказался. И я один где-то в горах Южной Осетии. Иду по узенькой тропинке. И молюсь, чтобы таксист не уехал с моими вещами. На стенах крепости надписи на грузинском. А сверху видно еще одно разрушенное грузинское село, в котором живет сейчас несколько осетинских семей. Видны очертания улиц бывших. Если я не ошибаюсь, эти надписи на грузинском. Вот какая-то грузинская фамилия. А тут что у них было? Это школа. Эта школа в грузинском селе Берула. А сейчас база пейнтболистов, которые периодически устраивают здесь игры. Вот как они обычно проходят. Мы долго едем вдоль сотен сгоревших домов. И въезд в село здесь не так уж легко найти. Возможно, их просто перекрыли. Заехав в самом конце села, мы попали на заросшую улицу. Здесь уже понятно больше. Это село Берула. И здесь все дома не сносили. Они, конечно, разрушены. Ни одного с целой крышей, например, нет. И в основном развалены. Но сами дома остались. А я иду сейчас по деревенской улице, которая заросла травой вот до сюда. Вокруг много фруктов и ягод. Осень здесь богатая. Персики, виноград и сливы растут прямо на заброшенных улицах. В Молдове такой виноград считается не очень дорогим. Называется Бакон. Все в Молдове его знают. Вот, уверен, грузинские дети ели с этой же сливы. Не знаю, что значит число 328 на доме, но учитывая численность населения села, это может быть порядковым номером. Домов здесь как раз было около 300, что хорошо видно со спутника. В огороде сгоревшие балки. И вообще мало что осталось, кроме камней и нескольких банок. В туалете со стен снята даже плитка и оконная рама, выбита так, чтобы не повредить и можно было установить в другом месте. Дома прям плотно-плотно были друг к другу. Здесь, судя по всему, был заборчик между огородами. Я вышел от одних соседей и попадаю сразу к другим. С этой стороны чей-то подвал. Прямо через село протекает горный ручей. И по этому мостику люди перебирались на другой берег, где тоже есть разрушенные дома. А это я стою прямо на перекрестке. Эта улица лучше сохранилась, потому что булыжниками была выложена. Так можно долго ходить от дома к дому. Все они сохранились, их здесь сотни. Можно вот так вот у людей подалживать сливы и виноград. Но в целом сами дома друг от друга не отличаются. Все они в таком состоянии, что восстановить невозможно. И вернуться в них нельзя. После войны в 2008 году где-то 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Они в основном переселились в горе, которая находится очень близко к административной границе, как мы это называем. Арчил – грузин. Он живет в Тбилиси и много лет изучает вопросы Абхазии и Южной Осетии. Поэтому они ноги перебрались в Тбилиси. Здесь эти 10 тысяч человек, совершенно единственное, что они могут вернуться домой, но их дома уничтожили. Все грузинские деревья сравняли с землей. Это было сделано при помощи Российской Федерации. Беженцев очень много. Это прям целые города. И когда вот как раз приезжают гости, особенно приезжают гости из России, ты едешь и говоришь, обратите внимание на вот это поселение с одинаковыми красивыми крышами. И вроде как люди сначала, типа, о, здорово, а потом ты говоришь, что это беженцы. Само-чебло, мне кажется, одна из таких самых территорий в Грузии, где ты просто втыкаешь палку в землю, она растет. Один из самых благоприятных климатов там. Естественно, каждый, кто там жил, в основном имели огромные дома, участки. Не жили своей жизнью. Сейчас они живут вот в этих временных домах, в которых уже абсолютно ничего не бывает более постоянное, чем временное жилье. Я бы мечтала просто каждое лето ездить к своей бабушке, потому что у нас невероятный дом, невероятный сад, огромный, где ты идешь, у тебя там десяток видов разных слив, груш и всего остального, виды невероятные. И вроде это здесь рукой подать, а ты не можешь. Потому что, ну, кто-то считает, что это их территория. Вдоль виноградников мы едем в самый крупный городок беженцев в горе. Пацаны играют на улицах в футбол, и вообще мне это все напомнило бразильские фавелы из фильмов. Только людей меньше, и там нет потекших печных труб, потому что зимой тепло. Это типовой дом, и к нему достроили пристройку. Улицы с однотипными постройками уходят, ну, кажется, что в горизонт. Очень длинные. Такой вид городку придали пристройке, которые сделали почти в каждом доме. Вот видно и по крышам. Красные были сразу, серые потом достроили. Кто-то встает на ноги, идет дальше, развивается, живет новой жизнью. Кто-то не может. Потому что, ну, война, она ломает людей. В плане поддержки от государства, ну, на самом деле, его тоже особо нет. Я лично снимаю квартиру, у меня нет своего жилья. Вот, из помощи государства это, по-моему, 45 ларей ежемесячно на карточку переходят. Ну, это как бы даже один раз нормально в магазин не сходить. Люди, конечно, страдают, мечтают вернуться в свои дома. Потому что все равно хочется попасть и на могилу своих предков, и в свой родовой дом. Потому что для любого грузина его корни это очень важно. Село Королете – это пригород горе. И здесь в 2008 году на какое-то время размещались российские войска. Тогда они довольно глубоко зашли со стороны Абхазии и Южной Осетии и почти подошли к Тбилиси. Здесь в Королете, как мне рассказали, тоже жгли дома. Прямо в центре села стоит такой дом. К нему уже даже тяжело спуститься, а на стенах следы копоти. Тогда, в 2008 году, здесь в селе некоторые дома были разрушены и сожжены. Вот я сейчас стою как раз в таком доме, видно по рамам, что здесь был пожар. Трава не то чтобы по колено, она мне где-то по пояс. Рядом со сгоревшим домом пострадавшим выдали временное жилье, в котором сейчас, похоже, никто не живет. Судя по этой табличке, пострадавшие, чьи дома сгорели в 2008 году, тоже приравниваются к беженцам. И им сначала построили вот такие домики за счет Европейского Союза. А затем выдали компенсации, что позволило им переехать вообще в другое место. Правда, смотрите, какой огромный был дом, я не знаю, квадратов на 300, может даже 400. И вот временное жилье на их же участке построили, не знаю, квадратов 20. На этой плите указаны имена погибших из этого села и еще двух близлежащих сел за обе войны. Я не могу сосчитать быстро, но навскидку человек 200-300. На мемориале очень даже активная часовня. Здесь, зажигая свечи, вспоминают погибших на войне. И, судя по камину, есть постоянный служитель. Чтобы максимально близко подъехать к границе с грузинской стороны, надо пройти через КПП. Здесь я покормил собак и убедил пограничников, что пересекать границу в этом месте не собираюсь. Пропустили, но отправили за нами полицейскую машину, которая сопровождала, пока мы не уехали обратно. В приграничной зоне все довольно уныло. Бетонные ограждения, заброшенные склады и магазины. Но жизнь течет размеренно, и люди отдыхают. Этот парень в окне заброшки, этот мужик на газовой трубе, а этот прямо на остановке рядом с открытым колодцем канализации. Пока полиция нас ждет за воротами храма, я пытаюсь разглядеть через забор крыши домов Цхинвали и интуитивно, тихо говорю на камеру, чтобы никто не услышал. Это монастырь Вознесения в селе Земаникозе, приграничное село. До границы с Южной Осетией здесь меньше километра. 800 метров и прямо по селу можно пройти. Но именно этот монастырь – это крайняя точка, куда я могу попасть, куда меня вообще пускают. Нас очень долго сейчас оформляли на посту полиции, и нас сопровождает машина, которая смотрит, чтобы мы никуда с маршрута не съехали, и пускают нас только в этот монастырь. Но если забраться на эту лавочку, то через забор видны крыши. Красные крыши – это уже Цхинвали. То есть практически выйти из этого монастыря, и за несколько минут можно дойти до границы. Но я, тем более как иностранец, вообще не могу туда попасть. Сама церковь очень старая. На полу памятные плиты на грузинском и русском языках. Пока нас не видят, мы вышли через другие ворота, чтобы осмотреться в селе. Взглянем на карту. Село с одной стороны прилегает к Цхинвале, а с другой – к очень крупному аэродрому. Здесь базировались вертолеты, были вырыты траншеи и окапывалась военная техника. Во всех приграничных зонах мы видим такие дома, которые сожгли в 2008-м и построили рядом однотипные, маленькие, как временное жилье. Вот снова такой домик. Проходим бурлящий горный ручей по хлипкому мостику мимо ржавого трансформатора и попадаем на старое кладбище, откуда Цхинвале видно уже лучше. Правильно ли считать, что земля принадлежит тому народу, который раньше на ней поселился – очень тяжелый вопрос. Но надписи на надгробьях – важный аргумент грузин в этом вечном споре. И думаю, что это все на время, поцеленно. Еще вернемся туда. Могили даже, чтобы было их больше 100 лет, нет. Южнее хребта. Южнее хребта, да. Только чтобы их дома и культура, и строения. Все там грузинские церкви, грузинские исцеления, грузинские построения. Многие села здесь на границе Южной Осетии и подконтрольной Грузии территории просто разделены пополам. И иногда даже не села разделены пополам границей, а огороды конкретного человека. Вот твой огород, если попал под эту линию, просто по огороду проходит колючая проволока. И на территорию своего же участка, который за этой линией, ты просто не можешь попасть. Несколько лет назад на границе поймали сына этой грузинской бабушки. Этот заброшенный дом находится уже у другого кладбища в приграничной зоне. Здесь у Георгия похоронен дед. Он был ветераном Великой Отечественной войне в Грузии? Ну, мы считаем, что мы, люди, боролись против фашизма. Да, так и было. Ну, 9 мая праздник у вас? Ну, да. Национально, официально мы отдыхаем. По словам Георгия, то, что дед воевал, возможно, спасло его и детей от смерти. Во время войны 2008 года их машину остановили солдаты. Сейчас в моем деревне русские меня убьют. Не верят, что они способны на такое средство. Но его сыновья сели, машину посадили. И когда ехали в горы, там в деревне Цевера остановили их. Но соседи не были, они русские. Выгнали с машины, начали избивать всех. В той машине были, там несколько подобрали соседей. И он попросил, чтобы не убивали их. Он ветеран войны, посадили. Один сказал, что только за это не будем вас убивать. Дарим вам жизнь. И начали по ногам стрелять автоматами. И пуля не надзяли, но задзяли ботинок. И от горячей палец был сжег. Потом их машину, конечно, украли. И они несколько дней жили там в садах, в шалаше. Лето было. Я тайком забрался, я там знал про это. И туда вывел деда. Там у меня в горе. Он не верил, что русские на это способны. Я за них воевал. Кровь лил за русских. У меня были друзья. Но не верил, что они могут захватить и убивать грузинок. Вот так подлечили, что вообще всех старостей. Это классическое грузинское деревенское кладбище. Тут винные сосуды для обрядов. А этому дереву уже больше 500 лет. Георгий заходит в средневековую церквушку, чтобы помолиться. Сама она была построена в средние века. И на стене огромная трещина. Это уже другой дед Георгия, который умер с первым появлением в Грузии тревожных новостей в конце 80-х. В 2009 году, 9 апреля, когда в Тбилиси на проспектах уставили мирную демонстрацию, советские войска жестокой силой крови подавили мирную демонстрацию. Дед работал в саду, вышел. И когда Ользин, он всегда пил три стакана вина. Выпили, посмотрели те кадры, которые первый раз показали 12 апреля. Один раз поругался на русских, что они терялись с нашими детьми. И заснули. Так сильно пережил, что во сне он умер. Так был здоров, жив-здоров. Вот какой примерно репортаж смотрел тогда дед. Меня только что предупредили, что опасность реальна. Возможно, осталось всего несколько минут до того, как это начнется. Это части специального назначения. Пущенный вход электрошоковой дубинки, саперные лопатки и газ-черемуха. Очевидно, это расправа должна была послужить уроком для всех непокорных. Итог. 20 убитых, до 2000 раненых и пораженных газом. Созданное впоследствии комиссия выяснило, ни один человек на площади не был вооружен. Нападение произошло без предупреждения, и были применены боевые отравляющие вещества. Но следствие не назвало виновным. Никто не был наказан. Похороны погибших превращаются в демонстрацию протеста. То, что принято называть антисоветскими настроениями, в Грузии теперь сильнее, чем даже в Прибалтике. Эти события проходили на фоне войны в Абхазии, и в Грузии их называли кровавым воскресеньем. Мы едем к Георгию домой, и по дороге зашли в придорожный магазин. Ну, как наш хлеб, просто формы причудливой. В селе все занимаются сельским хозяйством и пасут скот. Вот эти горы уже Южная Осетия. Вроде близко, но пока там идет дождь, здесь на равнине светит солнце. Вот за заборчиком, где отдыхает бычок сейчас, это еще территория подконтрольная Грузии. Но через несколько километров уже начинается Южная Осетия. В этом селе, конкретно в этом месте, были одни из самых горячих боев, была горячая линия соприкосновения южноосетинских войск с российскими и грузинских с другой стороны. По селу проходит крупный канал. Вода нужна для земледелия, и через такие шлюзы она расходится по каналам поменьше. После войны и до войны тоже они периодически закрывали канал, чтобы здесь вода не проходила. Дома Гео встречает верный пес. Во дворе пасутся куры с цыплятами, в огороде лаванда, сад и виноградник. С отцом и братом в этом году они заготовили целую тонну вина, которую обычно выпивают втроем за год, как раз до следующего урожая. Здесь тоже виноград все. Это слива там. Вот мы из Молдовы пришли и сделали сюжет про Грузию, на нашу страну, которая во многом, во многом очень похожа на Молдову. Эти три дома принадлежат семье Георгия, и находятся они прямо на линии соприкосновения. В 2008 году в соседних полях были позиции грузинской армии. Когда пролетали российские истребители, они начали стрелять на них. Тогда взорвало гараж и вырвало дерево. Но Гео считает, что если бы хотели попасть в дом, то не промахнулись бы. Намеренно промахнулись, в то дом не попали. И в сад бросили. Дерево вырвало от взрыва и перекинуло через дом. Перекинуло через этажный дом. А воронка какая была? От три метра около. Закрытая граница не только усложнила общение между жителями, но и оборвало крупные транспортные инвестиции. Ведущую в Цхинвале железную дорогу разобрали, а в этом месте уже начинали строить широкую автомагистраль. В последние годы Советского Союза на этой территории уже велись подготовительные работы к строительству крупной автомагистрали, которая бы соединяла горе, Цхинвале и дальше уже на Россию выходила бы дорога. Но с начала войны, конечно же, здесь все заморозилось и сейчас только свозится строительный мусор. Эта дорога должна была проходить через Цхинвале и горе. Другой маршрут через Абхазию также был разрушен, и теперь Россия с Грузией и остальными странами региона связана только одной трассой. До сих пор есть дорога. Какое-то время ездили. Какое-то время. Там дорога с горя до Цхинвале, дорога шестерядная. В одну полосу еще Камсахорды строили дорогу. И никогда не пересекается там... Автобан. Автобан. Вот эту дорогу Грузии не разрешают. Там стоит российская таможья, ястинская таможья. В Иран, в Турцию, в Ириван, в Белисию все отсюда идут. В 2008 году с точки зрения транспорта пострадала и Южная Осетия. Доехать из Цхинвале в некоторые районы можно было только через территорию подконтрольную Грузии. После войны эти маршруты стали невозможными, и Южной Осетии, а точнее России, пришлось строить горную дорогу. Вот видно этот серпантин. Позади меня это уже Южная Осетия. Серпантинчик, который я вам сейчас увеличу, это новая дорога. Ее быстро построили после 2008 года, чтобы было сообщение у Цхинвале с другими деревнями, которые сейчас подконтрольны Южной Осетии. Конечно же, мне стало интересно проехать по этому серпантину, и вот я снова в Южной Осетии еду в сторону Ленингора. Справа от меня Грузия и деревушка Георгия. В 2008 году построили. Когда не было дороги, как ездили в Ленингор? Через Грузию. Вообще? Это дорога, да. Полностью? Полностью, да. Только первое село, которое прямо передо мной, это Южная Осетия, дальше уже грузинские села. Но к ним никак не попасть. Следующая уже грузинская. Следующая уже грузинская. Ну вот мы его видим, а что если просто пойти туда? Там что, забор будет? Да, это от границы. В этих краях растет все, и даже стоя у случайного места на дороге, можно поесть сразу несколько сортов ягод. Блин, такие сладкие. Офигеть. Вроде рукой подать до грузинских сел, но грузины, покинувшие Южную Осетию, не могут попасть сюда по грузинскому паспорту. И сильно рискуют, если у них это все-таки получается. Я ездила незаконно, потому что, в принципе, это незаконно. Это запрещено, но учитывая, что у меня все-таки двойное гражданство, как гражданин России, я могла себе это позволить. После войны, которая сейчас случилась, желания в направление России ездить вообще нет. В последний раз, когда я ездила в 2019 году, через как раз наземную границу, я минут сорок провела на допросе. Ты сидишь, а в соседнем кабинете кто-то стучит, выламывая двери, и говорит, выпустите меня. Мурашки. Какие-то там подводные вопросы мне тоже задавали, я это понимала, но, видимо, по реакции было видно, что я не в теме. Ну и меня отпустили. Вообще, когда приезжаешь на территорию Само-Чаблону, по крайней мере, у меня, что ты попал в какое-то прошлое, где вот время замерло, люди, обстановка вокруг. Ну это страшно. Какой-то апокалиптический фильм просто. С началом войны в Украине у Кети освежились все тревожные воспоминания, и она нашла много общего в ситуациях в Грузии и в Украине. Война, она разрушающая. Даже все эти потери, которые идут материально, это все ничего по сравнению с тем, что происходит на каком-то духовном, психологическом уровне. И сейчас тоже у меня достаточно близкие друзья в Украине. Я просто понимаю, насколько вот это все закончится и что будет после. Сейчас, когда началась война, и у меня, говорю, очень много знакомых, в Украине, которые давайте, вставайте, опять отбирайте свои территории, Абхазию и само Чабло. Вот. С одной стороны, я это понимаю, этот призыв, и у меня там земля осталась, у меня бабушка там живет, которая оттуда не уезжает, которая 90 лет. Я понимаю вот эту сдерживающую политику нашего правительства, которая просто не вытянет. и что сейчас бы у нас было бы то же самое, там, второй Харьков, Мариуполь или еще что-то другое. Поэтому, ну, палка о двух концах. С одной стороны, да, но с другой стороны, когда человек пережил всю вот эту боль и вот этот ужас войны, он не захочет его повторить. А есть вообще надежда, что получится вернуться? Я не знаю. Если Украина победит, тогда пусть. Были сейчас, к сожалению, очень плохие предпосудки к тому, что и призывы со стороны некоторых украинцев, высокопоставных чиновников, что мы должны открыть второй фронт. Эти люди не до конца понимают, наверное, что я сам наполовину осетин из Хнварьского региона. Для меня неприемлемо атаковать Хнварьский регион танками, чтобы присоединить его обратно. Там живут мои родственники. Многих людей в Абхазии живут родственники. То есть вопрос разрешения старым фронтом, третьим фронтом, десятым фронтом не стоит, не дай бог, и не будет никогда стоять. К сожалению, многие не оценивают ту боль, которую Грузия прошла в 2008 году. Мои коллеги в России, они вот только сейчас мне пишут на фоне Украины, что мы не понимали, о какой войне вы говорили. То есть вот эта боль, которая у Грузии прошла в 92-м, 93-м годах в Абхазии, в Южной Осетии, потом. Боль, которую мы пошли в 2008 году, когда была пятидневная война. Это была пятидневная война, это была не 90-дневная война, но это была очень большая для нас война. Это было большое происшествие, и я помню, как я спал в Тбилиси у себя дома, когда окраину бомбили. Какие были эмоции? Страх, разочарование. В 2008 году я это переживала, учащаясь в России в институте, со мной перестали общаться почти все мои однокурсники. Вот, при том, они мне рассказывали, каково это там, что происходит в геноциде осетинского народа, а в это время моя на тот момент 80-летняя бабушка пряталась в лесу со своими соседями-осетинами. И там было без разницы, осетин и грузин все вместе были. Вы не общались, потому что ты грузинка? Потому что я грузинка, потому что мой народ занимается геноцидом. Вот, хотя нынче, нынче, надо признать, мне написала одна моя однокурсница, вот, мы с ней не общались, получается, лет 10, она мне написала, она русская, она живет в России, она мне написала, нам извинилась. Обычным людям-то вообще нечего делить, и сейчас это то же самое. Просто кто-то поддается вот этому всему негативу, кто-то пытается остаться человечным. По себе могу сказать, что иногда как бы есть такое, что тебя вроде как волной накрывает, что хочется озлобиться, но потом понимаешь, что у тебя есть друзья, что они адекватные люди, что да, кто-то поддерживает. У меня среди друзей, увы, тоже такие есть, но мы просто не поднимаем эту тему, потому что чисто человеческое нам похожее. Я думаю, что очень многие воины, которые идут до сих пор, наши соседи, азербайджанцы, армяне между собой, да, веками просто воюют, потому что они вместо того, чтобы привить любовь к своему соседу через боль, через прощение, да, они прививают с самого детства негатив, что ты должен ненавидеть своего вот этого соседа. Я считаю, что это неправильно. Может быть, это неправильное осуждение, но я считаю, что только через вот эту доброту и любовь к ближнему мы придем к какому-то миру. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Владикавказ. Владикавказ это столица Северной Осетии, регион России. Здесь живут такие же осетины, как и в Южной Осетии. И вот один из них попытался угостить меня пивом. Мы великий народ. Великий. Хоть я не русский, но я русский. Мы сделаем правильность. Я так думаю. Месяц будет. Этой же линией придерживается многое во Владикавказе. Зе автобус, Зе маршрутка, Зе плакат. Даже транспортная компания перешла на букву Зе, а автобус приглашает на службу по контракту. На центральной аллее города магазин Армия России и памятник Ленину. На администрации серп и молот, а на мосту через реку Терех памятник генералу Плиеву. Он дважды герой СССР и жил раньше в Северной Осетии. Я иду сейчас по мосту через реку Терех и это отличное место, откуда видно, что с одной стороны, с южной, высоченные кавказские горы в непосредственной близости от Владикавказа. А сам он расположен вообще на равнине. То есть, с другой стороны никаких гор нет. Если не обращать внимание на советские символы и вот эти дом-моды и мун-лаунж, например, то в целом Владикавказ показался мне вполне современным с парками и новой набережной. Чего только стоят эти креативные скворечники и вот такие изобретательные тиктокеры на брусчатке. Здесь эти же пацаны помогают поднять поваленную лавочку. Из Южной Осетии и Грузии я привез не только этот ролик, а еще и много фотографий и сториз. Все они вместе с материалами из других поездок лежат в моем инстаграме. Подпишись, там я Вова Карманов. Просто так грузины гостей не отпускают. На столе хинкали и вино. Первый тост Георгий всегда поднимает за Бога, второй за родителей, а третий за мир. Хозяева дома особо подчеркивают, что в стакане любимый сорт вина Сталина и, как обычно, размышляют о геополитике. Георгий считает, что Россия не даст Грузии вступить в ЕС и НАТО. В то же время многие грузины устали от войн и мечтают жить в мире со своими соседями. Россия, если миром вернула нам Абхазию и нашу Южную Осетию, так называемую, нашу территорию Грузии, если наши ТБ-женцы, которые мы смотрели сегодня, все они вернулись домой без войны, без потерь, без крова, мы были все счастливы. Конечно, были счастливы. За проведенную в Грузии и Южной Осетии неделю невозможно разобраться во всех тонкостях взаимоотношений этих народов и изложить это все в часовом ролике на Ютубе. Я уверен, что не успел озвучить многих фактов и всех мнений с обеих сторон конфликта, но надеюсь, что упущенные мной моменты напишут в комментариях под этим видео. Всем мира, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok